Авторитетное консалтинговое агентство J.D. Power опубликовало результаты исследования, в котором оценивались автомобили, представленные на рынке Китая. Аналитики измерили эмоциональную привязанность владельцев к своим новым автомобилям по 37 характеристикам из 10 групп, включая внешний облик, интерьер, производительность, безопасность, технологичность мультимедия, расход топлива и многое другое. Надо заметить, что автомобили марки Cherry заметно улучшили результат. В итоговом рейтинге поднявшись сразу на 8 позиций по сравнению с прошлым годом. В итоге бренд сейчас занимает 15-е место среди представителей среднего сегмента. Так, седан Ari C6 Pro признан лидером среди представителей гольф-класса, а вот полноприводный кроссовер Tiggo 8 Pro Max занял вторую строчку среди вседорожников, оставив позади Honda CR-V, Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Кстати, после того, как седан Ari C6 Pro получил высокие результаты по итогам исследования JD Power, в российском офисе Cherry задумались над тем, чтобы предложить модель и в нашей стране. Новинка может составить конкуренцию Hyundai Elantra. В активе китайского седана длиной 4,7 метра, 147-сильный полуторалитровый турбомотор, современный вариатор и богатое оснащение, в перечень которого входят цифровые приборы и продвинутая медиа-система. А вот полноприводный семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro Max уже успел появиться на российском рынке. Он стал флагманом российской гаммы Cherry, а ещё первой полноприводной моделью этого бренда за последние годы. Кроссовер оснащён двухлитровым турбомотором нового поколения, который специально для России дефорсировали до 197 сил. Коробка передач – семиступенчатый преселективный робот, а в системе полного привода использована муфта BorgWarner. Снаружи новый вариант Pro Max отличается от переднеприводной версии Pro, изменённым дизайном передней части. Также новинка выделяется другими рассеивателями задних фонарей, а её корма украшена четырьмя патрубками выпускной системы. Вдобавок флагман имеет другой интерьер и богатый набор оборудования. При этом, несмотря на недавнее появление на российском рынке, вокруг этого SUV уже успела сформироваться целая армия поклонников.